Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свои программы. Сегодня у нас все еще 10 августа. Причем, да, вот странно, да, даже у Сергея Савченко, который вот прямо передо мной на экране. Ну, таролог, не буду говорить, с более чем 25-летним, он меня резко поправил, с почти 25-летним стажем. Почти, да. Руководитель русской школы Таро. Ну, и очень интересный собеседник, потому что каждая встреча с Сергеем Савченко дает пищу для размышлений. Вот провели встречу, и неделю думаешь. О чем мы говорили? Да, что он сказал? О чем мы говорим? Верить или не верить? О чем мы говорим? Вот. Верить, конечно, верить. Да, и я хочу поприветствовать в студии радиостанции интернет-портала центра Сангейтс Риту Борд. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Сергей. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, добрый день. Ну, тройное W. Сангейтсрадио.com, Сангейтсрадио.com. Скайп Сангейтс 1-0-8. Все по-прежнему. Кто хочет позвонить нам по телефону, это 847-226-9956. Меня зовут Майкл Мелехов. Но сегодня у нас главный квирент. Рита, ты главный вопрошающий, спрашивающий, Рита, поскольку имеющий отношение серьезное к Таро. У нас на территории, я уже говорил в прошлый раз, на территории центра проходят сейчас классы. Американский таролог ведет эти классы. Уже прошло несколько занятий. И вот как специалист к специалисту, да, вот будут такие вопросы. Ну, прежде чем, да, прежде чем, ты меня, извини, пожалуйста, прежде чем, так скажем, ты уже будешь задавать свои профессиональные вопросы. У меня такой чисто психологический вопрос к Сергею Савченко. Вот как получается так, Сергей, что люди, профессионалы, которые обучают других людей, ну, скажем, доктора, они почему-то себя не лечат. Они идут другому доктору. Целители, на каждого целителя надо еще пару целителей, чтобы потом исцелять их самих, после того, как они исцеляют других. Это же, когда еще было сказано, врачу исцели себя сам. Я понимаю, почему это происходит. Да, да, вот у меня вот такой вопрос. И таровит то же самое, по сути дела, да. Вот почему человек, я сейчас объясню, почему я задаю этот вопрос. Я сегодня, буквально сегодня беседовал с одной моей знакомой, новой моей знакомой. И она парапсихолог, она гадалка, она тоже занимается картами. И я ей задаю вопрос, вот скажи, пожалуйста, как так получается, что, в принципе, вы гадалки, гадатели, скажем, тарологи и так далее. Вы же можете, в общем-то, в принципе, простой вопрос. Я иду в казино и выигрываю или проигрываю, одно из двух. Значит, вот ты мне ответил на вопрос. Можешь это сделать? Она мне начинает объяснять. Вот у меня почему-то не получается. Я, когда сама иду, вот, там же очень просто. Выпадет черное или выпадет красное. То есть, ты ходишь туда со своими картами, ну, не знаю, там разрешают или нет, но, тем не менее, бах, выбрала карту, поставила. Черное, красное. Она мне объясняет, не получается. В то же время, в то же время я говорю, а вот если ты кому-то даешь такой совет, ты можешь такой дать совет? Даю. И как? Ну, как правило, да. Как правило, работает. Вот почему так. Не знаю, как у других, я могу сказать за себя. Да. Вот скажите про себя. Мы на игры, и попросил меня, чтобы я ему гадал. Вот. Это был у нас такой своеобразный эксперимент. Мы посчитали. У меня было где-то в 78% попаданий. Я не помню точно, ну, примерно 75-78%. Мне кажется, это очень высокая точность. Конечно. Я специально ему сказал, чтобы он мне не говорил, поставил он ставку, не поставил он ставку, выиграл он, не выиграл. Он мне спрашивал только на результат матча. Значит, три варианта. Победа, получа, поражение. Все. Вот как эти сыграют с этими. Причем я их понятия не имею, кто они там, баскетболисты они или футболисты, или еще кто-нибудь. Все. Вот у меня где-то такой процент получился. Ну, несколько месяцев мы с ним работали, ввели статистику, он потом там все посчитал это дело. Я лично об этом думал. О том, чтобы сделать ставочку, там, выиграть и так далее. Я понял, почему я этого не делал. Я боюсь. То есть, как только вы будете эмоционально вовлечены в этот процесс? Нет. А как? Я боюсь того, что если я начну таким образом зарабатывать себе деньги, что-то может случиться с моим талантом. Или со здоровьем, наверное, да? Со здоровьем еще не боюсь ничего. Именно с умением читать карты. У меня это иррациональный страх. Я это отдаю себе в этом отчет. Ну, вот такое ощущение у меня есть. Я когда начал работать с картами, я даже перестал играть, вернее, не даже перестал, а просто перестал играть даже в подкидного дурачка. Вот хотел сказать как раз. Да, просто перестал играть в карты. Максимум, что я могу сделать, это разожить пассианс на компьютере. Там, косынку или паук, или еще что-нибудь. Это максимум. Все остальные варианты связаны с азартными играми. У меня их и так практически не было, но я их просто исключил из своей жизни. И я понимаю, что в основе лежит страх, что я потеряю вот эту свою способность. И я не хочу проверять, правда или нет. Логично. Между прочим, когда мы с ней беседовали, с этой моей знакомой, она мне начала вот все это рассказывать. Я говорю, ну, это и понятно, потому что, в общем-то, очень много примеров есть. Я беседовал с астрологом, который выступает у нас тоже на радио. И он говорит, астролог, который, кстати, разбирается в стак-маркете, в бирже. И вот он попытался делать, базируясь на своих собственных астрологических прогнозах. То есть, и он еще к тому же разбирает, сам Бог, как говорится, велел. Ну и он рассказывает, я стал болеть. То есть, вот поэтому два варианта. Или действительно можешь потерять свой дар, или можешь, так сказать, вот у него в данном случае пошло со здоровьем. У него стали появляться головные боли, мигрени и так далее. Он стал себя плохо чувствовать. И он перестал этим заниматься, и после чего все стало нормально. Но с другой стороны, я полагаю так, что ничего не препятствует... Опять же, это я так понимаю, ничего не препятствует таким людям, профессионалам, которые, ну, так сказать, видят то, чего не видят обычные люди, помогать такому человеку, ну, не знаю, просто так, ради статистики, за деньги, я не знаю. То есть, он ничего не знает, ему задают вопрос. А дальше дело, скажем, вот я вам задаю вопрос. Сергей, давайте вы мне скажите, сегодня позитивный день, негативный день. Вот это пойдет туда, это пойдет сюда. Вы мне отвечаете, к примеру, да? А дальше мое дело, мое дело, значит, если я действительно провожу такую статистику, просто и беру сто раз, вот делаю вот так, если можно сказать, ставки, хотя это не ставки, это немного по-другому работает. Но если я 78% выигрываю, да, то с этих 78% я вам отчисляю какую-то определенную сумму. Теоретический вопрос, теоретический вопрос. Я не должен это знать. Вы не должны это знать. Я не должен знать, что вы собираетесь мне отчислить. Ну, да, да, да. Это дело, я же поэтому сказал, это дело мое личное, но вы в этом, как только вы эти вопросы знаете, еще раз, это все теоретически, тогда вы каким-то образом уже, так сказать, в этот процесс все-таки вовлекаетесь. Уже на другом уровне. У меня было и такое. Человек пришел ко мне и говорит, есть два варианта. Вот первый вариант, вот второй вариант. Какой вариант более вероятный? Я разложил карту, говорю, второй вариант. Говорю, а можно узнать, о чем речь идет? Потому что карта я не понимаю. Говорит, я не хотел бы говорить. Ну, не хочешь не говорить, твое дело, собственно говоря. Он ушел, там прошел какое-то время, он приходит мне, приносит там сумму денег, говорит, я сделал ставку. Вот. Я решил сделать ставку. Первый вариант выиграют эти, второй вариант выиграют эти. Выиграли эти, и я вам отсчитал ваши там 10%. Ну, там достаточно приличная была сумма. Ну, прекрасно. Замечательно. Прекрасно. Почему? Все нормально. В общем-то, такой вариант есть. Ну, я не хотел бы вдаваться, мы сейчас будем отвлекаться от темы, как и что, почему, кто мотивирован тем, чем он занимается, как зарабатывать деньги. Это есть разные варианты. Если это азартные игры, то тут вообще разговоров нету, если это азартные игры. Хотя, смотря, что называется азартом. Кстати, подкидной дурак – это очень и очень азартная игра. Я этого не знал. Когда-то, до какого-то момента… Я никогда не играл на деньги, на желания, на что бы то ни было. Вот. Никогда. В принципе, никогда не играл. Про карты, да, вы говорите? Да. Ну, не только про карты. То есть, нигде, где вот связано с идеей поставить ставку, чтобы что-то приобрести или потерять. Просто. Сергей, скажите, вот пока все-таки у меня, по ходу, возникают вопросы. Существуют разные виды карточных игр, и где участвует определенное количество карт. Скажем, преферанс – 32 карты. Вот я когда-то играл. Скажем, подкидной дурак и другие подобные игры – 36 карт, правильно? А существуют карты там, ну, много можно назвать. Я еще помню с всех времен когда-то. Бридж. Четыре. Да, Бридж. Там 50, сколько? Две карты, да? 52, 54, не помню уже. Или 54 карты, да? С чем это связано? Какое-то имеет ли это отношение к Таро, где тоже определенное количество карт? Это имеет отношение к истории игральных карт и к истории карточных игр. Но не к Таро. У Таро есть одна единственная игра – Тарок. Серьезно? Которая, да, колода Таро трансформировалась многократно. И есть карты такие. Ну, если бы я знал, я бы приготовил, мне там на полке лежит колода Тарок именно такая игральная. А, ну, мы на самом деле, да, я помню, я помню. Мы когда, когда я тоже занимался, об этом шла речь. Да. Там сложное правило, оно похоже на Бридж немножко. Я не умею в нее играть. Я читал просто правила и понял, что там очень все непросто. Ну, вот, да, такая игра существует. Но это не связано с Таро. Это связано с историей карточных игр. Понятно. То есть ассоциаций никаких нет. А скажите, ну, там же, в принципе, те же самые... Ну, понятно. А скажите, и нету никакой связи с другими очень какими-то такими серьезными играми? Blackjack называется по-английски, по-русски 21. Это проводят параллели между Таро и шахматами. Серьезно? Да. Я видел такие статьи. Мало что из них понял. Совершенно не уловил идею, как это может быть сделано. Но, по крайней мере, такую статью я видел. Вот как-то там шахматы, как-то там Таро, как-то вот они там пересекаются. Тут эти самые там пешки, пожи эти, короли, там офицеры, шмафицеры и все остальные. Там шахматок тоже вот типа они вроде как есть. Ну, про шахматы я кое-что знаю. Когда-то там даже имел так неплохую квалификацию и играл. И сейчас, кстати, если мы говорим о бирже Stock Market, для меня это комбинация. Это не там делайте ставки господа и так далее. Это детский сад. Это очень четкий расчет, который в зависимости от, кстати, универсальных законов и так далее. Я не вижу связи, действительно, с шахматами. Я не знаю, как можно прицепить туда. Тут, вы знаете, тут есть такой момент, что люди, если хотят найти связь между тем, они найдут. Без сомнения, да. Ну, хорошо, давайте перейдем. Рита вот зажидалась. Я вот просто, да, ради примера приведу вам вопрос о шахматах. Да, я беседовал с одной дамой, и она на зубах. 32 зуба, 32 шахматы. И вот она расписывала, какой зуб, какой шахматной фигуре соответствует. А на, простите, на чьих зубах? На своих. На человечестве. Ну, да. По этому поводу есть очень интересная история, но я буду долго рассказывать. Если я начну рассказывать, я буду очень долго рассказывать. Мы тогда уклонимся от темы. Если учитывать, что у вас на три часа позже московского время, то, да, и рабочий день позади, это, конечно, займет время. Но будет интересно, я расскажу. На самом деле, это теория, когда начали люди обманывать друг друга. Как только появились? Как только на второй день? Нет, нет, там было специально, был человек такой. Причем очень известный человек. Никогда не, если вы не слышали эту историю, никогда не поверите. Аристотеля его звали. Вы представляете? Вот это он был, ну, так сказать, по некоторым. Да, да, вот это. Ну, потом как-нибудь расскажу эту историю. Это интересная история. Связана с зубами, кстати. Вот. Поэтому на чьих зубах она вот это вот высчитывала, это интересно, да. Тем более, что не у всех 32 сегодня. Если только не вставные, знаете. Да, ну, хорошо. Давайте мы, вот Рита заждалась. Кверент наш заждался. Ничего, я очень терпеливо, очень терпеливо, очень интересно вас слушать. Да. И про шахматные, и про зубы. Да, ну, тем не менее, давайте про Таро, Рита. Ну, если вернемся, да, к Таро, то вообще-то Михаил уже задавал, наверное, такой вопрос о перевернутых картах. Ну, я, во-первых, его не слышала, во-вторых, мне это было непонятно. Вот, а теперь, как-то я так приблизилась к этому всему, очень интересно, почему вы не рассматриваете перевернутые карты. А зачем? Ну, я не знаю, зачем. А если он попадается, если она попадается в колоде, вот она выскочила, что с ней делать тогда? Ее надо перевернуть прямо, подложить и трактовать. А, серьезно? Правильно я говорю? Вот смотрите, у нас был Этейла, такой человек, от которого пошли, собственно, карточные значения. Когда у него была карта, у него вот надпись была здесь, и надпись была здесь. Да, то есть, когда он переворачивал карту, а у него не было вот такого рисунка, то есть, на младших арканах, на ситуационных картах, у него были просто палочки, стаканчики, там, всякое такое. Вот, она перевернулась, никакой вопроса нет. У него есть дополнительное значение. Все, хорошо, с этим понятно. Потом Уэйд рисует рисунки на всех картах, и перевернутая карта, она теряет свой смысл, потому что сам принцип чтения перевернутой карты, он пропадает. Рисунок сам по себе, прямое значение связано с рисунком, хоть как-то, а перевернутое значение с рисунком не связано никак, вообще, оно не коррелирует друг к другу. Там была сделана колода, вот не так давно, Revelation, если я не правильно произношу, это самое. И вот там сразу она нарисована, как прямая перевернутая карта. Там, да, там это оправдано. У тебя карта перевернулась, ты видишь другой рисунок, и ты можешь это по-другому читать. Если уже у тебя прямой рисунок, какой смысл переворачивать? Это раз. Есть такая книга, Мэри Грир, перевернутая карта. Может быть, вы ее видели? Да, я имею в виду. Она там приводит 10, ну или больше даже разных способов чтения перевернутых карт. Это все равно, как я вам сказал бы, что вот у нас есть русский алфавит, мы можем его читать 10 разными способами. Вот видите, вот эту букву, да, вижу, это буква БЫ, МЫ, ФЫ, ДЫ и ГЫ еще, вот в отдельных случаях. Ну, это чушь просто. То есть, 10 способов, это считаешь, что у тебя нет ни одного способа, потому что, ну, я не вижу никакого смысла. Неожиданно, есть такой в Москве товарищ, Антон Платов, один из лучших рунологов России. Я у него не так давно, ну, буквально этим летом, проходил курс по руну. Ну, я знаю руну, просто я хотел пройти... Курс по руну, вы хотите сказать? А, по руну, да. И он не дает перевернутое значение руны. Я говорю, как так? Ну, во всех книжках написаны. Он говорит, я не вижу смысла в них. Я его понимаю, я хорошо понимаю, что нет смысла. У рун есть такое понятие, называется, вот у меня тут руны рядом со мной лежат. Шаманский бросок. Вот я достал несколько рун, да, и бросил их. А у меня тут такая, ну, там, скатерть какая-нибудь, подстилочка. Вот они упали. Одна лежит вот так, одна лежит вот так, одна там еще как-то лежит. Я что, должен каждую с каким-нибудь там измерительным инструментом измерять? Вот она уже на столько градусов лежала, чтобы я ее считал перевернутой, или не на столько градусов у них была. Поэтому я отказался. Это одна причина. Вторая причина, когда я изучал карты, я делал то же самое, что делают, наверное, все, кто изучает карты. Я выписывал значения карты самых разных источников. Мне попалась новая книга в руки, я давал ей выписывать, что она значит. И если прямые значения еще хоть как-то между собой коррелировали, несмотря на там всякие противоречия, расхождения и так далее, ну, можно было общие идеи найти, то когда я начал выписывать перевернутые и анализировать, они просто не стыкуются между собой. Там вообще нет никакой общей идеи, общей концепции. Раз, два, три, пять. И потом я подумал, зачем я буду тратить на это время? Зачем я буду с этим ломать себе голову? Я не вижу в этом никакой нужды. То есть, во времена ЭТЛА, когда у карты были прямые перевернутые значения, да, это имело смысл. Сегодня это не имеет никакого смысла. И вот тоже интересный момент. Сегодняшние значения карт образованы некоторые прямыми значениями ЭТЛА, а некоторые перевернутыми. То есть, в одном случае одно потерялось, в втором случае другое потерялось. Или там выпятило, стало главным. И все. И поэтому я просто действительно не вижу никакого смысла в перевернутой картах. Или создавать, рисовать, закладывать туда этот обратный смысл, четко позиционировать его, что перевернутая, значит, другая. Хуже, лучше, еще там как-нибудь. Ну, я так увлекся уже. Но я вам последнее уже скажу. Да не, все хорошо. Спасибо. Мне очень нравится идея, которую я придумал. Вот есть карта, да? И мы говорим не о перевернутой карте. Мы говорим о тени. Раз. Мы говорим об отражении карты. Два. И мы говорим в изнанке. То есть, у нас получается четыре понятия. Прямая карта. То есть, очевидно, что мы видим тень. Вот чисто в юнговском понимании, юнгианском понимании. Изнанка. То есть, если вывернут наизнанку, что получится? И отражение карты. Вот то, что ты видишь в зеркале. И вот так разбирать карты получается намного интереснее. Там открываются всякие разные хитрые штуки. Так может, это уже магия? Нет, да магия ничего далеко. Это пока только работа со смыслами карты. Вот, например, карта шестерка посохов. У нее значение слава, победа. Но в латинском языке есть два слова с понятием славы, которые можно перевести как слава. Первое это глория. Славное дело, слава, как таковая там. А второе это фама. Известность. Феймос. По-английски. Феймос. Известность. 15 минут славы. То есть, стать известным на 15 минут. И потом тебя снова забудут, что ты такой был. Отсюда, кстати, вытекает еще одно значение этой карты. Это известие. Посланник, который привозит известие. И вот смотрите, да? То есть, лицо карты это слава, глория. А изнанка или отражение? Ну, тут очень так скользко это все. Ну, вот одно из этих, да? Это фама. Я сделал славное дело, да? Я известный. Я славный. Я прославился. И я известный. Известный поэт. Известный там актер. Кому он известный? Таким же двум дурачкам, как он сам? Сергей, вы знаете, я вот сейчас вас слушаю. И пытаюсь я представить вот эту картину. Вот если мы берем Таро не как процесс трактовки карт, которые вот где-то кто-то расписал. И вот этот квадратно-гнездовой способ, а процесс медитационный, скажем, процесс анализа, что эта карта означает, то тогда вообще всякий смысл перевернута карта вообще исчезает. То есть, я когда-то, когда еще только в самом начале начал интересоваться этой наукой, я бы так сказал, я беседовал с одной женщиной. Она говорит, вообще-то говоря, это процесс, мне понравился этот подход, это процесс медитационный. То есть, человек, ну, условно говоря, входит в эту карту, медитирует на эту карту и пытается разобраться, что эта карта означает. То есть, с моей точки зрения, я бы даже сделал по-другому. То есть, еще раз, это вопрос этический, может быть, даже. Вот есть человек, который хочет научиться Таро. И он просто не понимает, он никогда не медитировал, он не понимает, вот он хочет научиться. Для чего? У каждого своя мотивация. Вы человек увлеченный, вам это интересно. Я понимаю, почему вы, скажем, не хотите там гадать, потому что, ну, это слишком примитивно, слишком просто. А вот говорить об этом, это интересно. То есть, вот мой предмет, о котором... Просто, это не просто, это просто я уже нагадался. Ну, может быть, может быть. Но вот мне, допустим, мой предмет, который мне интересен, я готов о нем говорить. Я прекрасно понимаю, что он 99% вообще неинтересен, даже и близко даже. Но я-то готов о нем говорить, потому что я в этом разбираюсь, мне это интересно, и я готов это делать. А вот те люди, которые приходят обучаться этому, они предполагают быть, если они предполагают быть какими-то профессионалами в этом, и не обучать других, а гадать другим людям, то своим гаданиям, теоретически, они могут им повредить. То есть, задает какой-то жизненно важный вопрос человек, ему говорят это. Он, ну, как хочет он, не хочет, он может быть к этому, ну, это может его, короче говоря, как-то вот так вот привести к каким-то очень... если это не получится, если это не сбудется, к чему-то какому-то очень негативному, к какому-то, может быть, даже событию, мероприятию, не знаю. Вот. Поэтому я бы сделал такой вступительный, может быть, экзамен. Вот как, знаете, как в институт когда-то поступали, тут, правда, у нас поступали, я имею в виду, в Большем Советском Союзе по-другому, чем тут поступают. Тут экзамены не сдают, когда поступают в высшее учебное заведение, в Калыч. Там уже давно, уже все сдано. Там поступали. Так вот, сделал бы какой-то приемный экзамен, чтобы почувствовать человека и подпускать его или не подпускать к этой науке, потому что... Ну, еще раз, вот мне это кажется. Ну, нас на самом деле, я извиняюсь, вмешиваюсь, вот нас на занятиях учили, что человеку не нужно говорить вообще ничего сильно негативного, а показать о том, что вот эта ситуация может ему чего-то научить или привести к чему-то лучшему. То есть вообще никакого негатива. И наоборот, еще даже его духовно поднять на какой-то более высший уровень при возможности. Собираюсь никого никуда поднимать. Это не мое... Ну, понятно, понятно. ...вопрос. Почитать карты. Вот. Если карты будут плохие, я могу выбрать, как сказать. Я могу выбрать, как сказать. Ну, вот я вам, пока я слушал Михаила, у меня просто на днях было гадание. Серьезный бизнесмен пришел ко мне, значит, говорит, вот, погадай мне, пожалуйста. Ну, не вопрос. Он занимается инфобизнесом. И он говорит, он был у гадалки. И гадалка ему сказала, что если у него там новый проект, если он займется этим проектом, его ждет крах, разорение, гибель, катастрофа, цунами, там, извержение вулкана и все остальное, что только может быть. И поддельнее метеорита. Да, да. Прямо в центр цунами. Сперва цунами, а потом метеорит. Я говорю, а вы помните карту? Он говорит, да, помню. Говорит, там была карта дьявола. А я уже разожил их. Я уже вижу, что она у меня есть. Она говорит, да, была. Говорю, фокус в том, что у карты дьявола есть еще одно значение. Мое значение – информация, интернет, реклама. То есть, все то, чем он занимается. То есть, гадалка оказалась просто непрофессионалом. Вот видите? Это значение, да. Так вот, когда я вас буду учить, во-первых, я понимаю, что вы ко мне только пришли. Если я вам сейчас с первого такта начну рассказывать про Глорию и Фаму, ну, вы просто не поймете, о чем это речь. Потому что это другое. Не значит, что вы не поймете этого. Просто на данном уровне обучения это не нужно. Поэтому мы спокойно работаем. То есть, я задам вам пару вопросов или послушаю, что вы говорите, и пойму, на каком уровне мы с вами будем говорить. Это у нас будет уровень детского сада, или средней школы, или высшего учебного заведения, или эспирантура, докторантура и так далее. Но, работая с вами, я буду планировать, что я буду вас поднимать. Что я буду вам показывать вот эти все перспективы и возможности. Вы захотите подниматься наверх? Мы будем подниматься. Такая возможность есть. Вам достаточно вот этого бытового три слова на карту. Ну, все, никакой проблемы нет. Можете ли вы повредить другому человеку? Вы всегда можете это сделать. Всегда. Независимо от своего уровня, независимо от того, там, хороший вы или плохой. Хотите вы это сделать или не хотите. И в том числе и потому, что человек слышит это сам. Да? То есть, я вам говорю, все будет хорошо. Вы слышите, все будет плохо. Я вам говорю, все будет плохо. Вы потом ко мне приходите и говорите, а ты мне сказал, что все будет хорошо. Когда? Ну, вот же. Я не говорил такого. Ну, как не говорил, я же слышал. Ну, так помой ушки свои. Для начала. Ну, с другой стороны, можно трактовать события по-разному. Оно неблагоприятное для чего? Для сегодня, для твоего физического тела, для моего духовного развития, оно благоприятное. Оно меня заставит задуматься, к примеру. Ситуация. Предположим, приходит человек, говорит, как у меня будет со здоровьем. Я смотрю карты, я вижу, что он там проживет, ну, два дня. Ну, три это уже чудо. Серьезно? Прямо так и видите? Бывает такое. Бывает. Как мне ему сказать об этом? Я могу сказать ему, что... Четыре. Я хотел бы, чтобы вы рассчитались прямо сейчас. Потому что, когда в кухне доживете до конца сеанса. Он хватается за сердце и не доживает до конца сеанса. Серьезно? Нет, это вероятность. А, вероятность такая. Да. Ты думал, это реально, что это было. К счастью, нет. Я могу сказать ему по-другому. Я могу сказать ему, вы знаете, у вас весьма вероятны некоторые проблемы со здоровьем. Правда? Да, правда. Нормальный человек отреагирует на это? Да нет. В жизни. Я вижу. Я сказал, да. Я выбираю форму, в которой я это подам. Я выбираю ту форму, которую вы это услышите. И уже я думаю, как вам это сказать. То есть, если я вам скажу, что тебе осталось жить три дня, так ты, может, даже не будешь жить эти три дня. Пойдешь и повешиваешься. А если я ошибся? Я могу сказать так, что вы просто не обратите на это внимание. И вот, как вы правильно сказали, это вопрос уже не того, насколько хорошо или плохо я читаю карты. Это вопрос морально-этических моих норм, установок и так далее. Что я считаю возможным сказать? Как я считаю возможным это сказать? Почему я так об этом думаю? И так далее. Об этом можно говорить, но реально это невозможно проконтролировать ни у одного человека. Вы знаете, последняя реплика на эту тему. В ведические времена астрологам, ведическим астрологам им запрещалось говорить, вообще запрещалось прямым текстом говорить какие-то неблагоприятные прогнозы тем людям, которые к ним приходили на консультацию. Почему? Потому что существует все-таки, все мы люди, существует вероятность ошибки, пусть даже небольшая. И вот если да, этот астролог ошибется, то они очень и очень соблюдали это, то тогда он имеет очень большой шанс родиться в следующей жизни слепым. И это люди знали. И они категорически этого сегодня по-другому работают. Мелок, как эти цыганки делают, да, вот тебя ждет. Да, да, у тебя, да, у тебя ждет. Я все делаю так. Я говорю, это событие маловероятно. Это событие очень высокая степень вероятности. То есть я не говорю, что оно будет обязательно. Я точно так же не говорю, что никогда не произойдет. То есть я всегда оставляю место для чуда. Потому что моя часть это бесчуд. Часть Бога это с чудами. Вот если там что-то произошло, это значит было некое божественное вмешательство. Все, я-то при чем? Но это маловероятное событие. То есть весьма вероятно, что вас уволят. Это не 100%, но это весьма вероятно. Весьма вероятно, что вас возьмут на работу. Это не 100%, но это весьма вероятно. Ну и так далее. Это может быть не то, что хочет слышать человек. Потому что человек очень часто приходит только за конкретным «да» или конкретным «нет». Вот мне точно скажите, когда я выйду замуж, дату мне назовите и опишите мне моего избранника, какой он будет. Ну, это невозможная ситуация. Но да, ты оставляешь место для чуда. Хорошо, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, телезрителям, мы беседуем с Сергеем Савченком, руководителем Русской школы Тарос, тарологом с большим стажем работы. И, Рита, у тебя вопросы, естественно, много есть. Я тут много задаю. Вопросы много, время у нас еще есть? Немножко есть, да, Сергей говорит, есть. А можно я у вас спрошу, вот если бы у вас выпали такие вот три карты, допустим, вы делаете расклад, как бы вы их трактовали? Ну, определенные три карты. Можно, да? Да. Какие? А три посохов, семь посохов и шесть посохов. Ну, то есть, есть ли у вас такое понятие трех карт, как прошлое? Да, да. Тройка. Тройка, семерка и шестерка. Семерка посохов, шестерка посохов. А какой был вопрос? Ну, вопрос был, это, собственно, я сама себе это сделала. Вопрос был скорее, ну, наверное, бизнесе, что-то такое, да. Во-первых, первое, я не гадаю и всем ученикам говорю, что мы не гадаем без вопросов. Я выниму три карты, зачем я их выниму? Ну, вопрос был у меня, внутренний вопрос. А вы можете его озвучить или нет? О том, что делать дальше. С чем? С бизнесом. С бизнесом, со своим, внутренним, с тем, что я делаю, как двигаться дальше. Что делать дальше? И вопрос на карте, тут все понятно сразу. Смотрите, тройка посохов, это у нас конец этапа. У нас был какой-то старый этап. Этот старый этап исчерпался. Надо что-то делать дальше. Дальше у нас семерка посохов. Семерка посохов, это сражение и битва. Я так думаю, что это сражение не с людьми в данной ситуации, что это сражение с обстоятельствами, может быть, с какими-то внутренними убеждениями, может быть, с какими-то внешними препятствиями и так далее. То есть нужно проявить решимость, нужно принять решение и идти до конца, до упора. Со своим решением. Да, по своему решению, то, как ты решил. Шестерка, победа, нет варианта. Понятно. Сергей, по ходу дела вот этого вопроса, надо ли озвучить конкретный вопрос или, скажем, достаточно того, я хочу делать бизнес, вот мой бизнес, неважно какой, я его не озвучиваю, какой бизнес, но у меня есть два пути. У меня есть путь такой и такой. Какие два пути тоже не озвучиваются? Это другой расклад. Это другой расклад, да. Но такая постановка вопроса возможна? В такой ситуации я бы вам задал уточняющий вопрос, что вы хотите сравнить два пути. Для того, чтобы их сравнить, мы должны их привести к единому знаменателю. То есть мы их будем справнивать по эффективности, по прибыльности, по скорости, по комфортности. По чем? Вот Маша прекрасно варит борщ, а Глаша чудесно гладит белье. То есть мы не можем сравнить их до тех пор, пока мы не установим критерий. Кто лучше варит борщ? Это. Кто лучше гладит белье? Это. Все, тогда мы можем их сравнивать. У нас есть два пути. Какой критерий сравнения? Вот такой-то. По этому критерию вот этот путь лучше. Но это не вопрос, каким мне путем идти. Ну да. Ну хорошо, тогда можно напоследок я просто задам личный вопрос, а вы сделайте по-быстрому, как это мы обычно делаем. Ну, по-быстрому, да. Значит, есть, допустим, есть человек, которому я испытываю, так мягко скажем, неприязнь, ну не знаю, что-то внутри вот просто… Злобу та не нависть. Ну, мягко скажем, да, мягко скажем так. Вот как мне с этим быть? А что вы хотите? Я хочу, не хочу его присутствия в моей жизни. Давайте я уточню, это будет проще. Я примерно предполагаю, о чем идет речь, не уверен, но примерно. Как с этим быть? Значит, человек обладает серьезными какими-то качествами, секундочку, серьезными качествами, ну не знаю, качествами он эрудированный, он бизнесом занимается, он творческий, плодовитый, но его личные качества, какие-то личные качества входят в конфликт. Да, с восприятием, скажем, в данном случае вот Рита говорит, я правильно говорю или так, не так? Ну, допустим. Да, тогда вопрос такой, что перевешивает, стоит ли идти, потому что сам проект… Сколько я получу или сколько я потеряю? Не знаю, это Рита должна задать вопрос. Что вы мне спрашиваете? Вот вы сами послушайте, что вы мне спрашиваете. Не я спрашиваю, Рита, задай вопрос. С дерьмовым человеком или не работает? Да. Ну, не дерьмовый, это просто наше восприятие, он не обязательно должен быть дерьмовым человеком. Значит, он… Да, я считаю, я так считаю, да. Все, в чем проблема? Да, я так считаю, правда в глазах. Да, то есть вопрос вот какой. Как долго вы это выдержите, да? Да. То есть выдержим мы его дерьмовость? Да, 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 правильно, все верно. Открытым текстом. Спасибо большое за корректировку. А напоследок скажу, прощай, любить не обяжусь. Значит, что у нас ложится? Смерть, Зреца, Отшельник, да, Отшельник, Звезда и Император. Да, такой вот набор карт получился. А, это вы делали… Сколько карт я не ловила? Пять. Пять. В чем проблема общения с этим человеком? Он делает свой кусок работы, вы делаете свой кусок работы. Где у вас возникает личный момент общения? Нет, на самом деле… Эмоциональный. С моей точки зрения. То есть искусственность, искусственность поведения. А по картам у вас нет точки для личного соприкосновения. Это ваша проблема. Нет никакой проблемы. У вас нет личного контакта, у вас нет личных отношений, у вас нет личного повода для личного общения. Я, ну, вот я курьер, да, я пришел, вам отдал, получил там копеечку и ушел. Все, на этом тема закрыта. Мне не нравится, что у него там шапка зеленая, мне не нравится там, что он там, не знаю какой. Это проблема внутри вас. Реально, нет проблемы между вами, нет проблемы с ним. Тогда, наверное, вследствие этого, если убрать вот это вот личное отношение к этому вопросу, эмоциональное отношение, можно работать, и проект будет благоприятен? Это второй вопрос. Это второй вопрос. Будет ли проект благоприятен, это второй вопрос. С участием этого человека. Ну, то, что с ним можно работать, я… Его дуловые качества не вызывают сомнений. Нет. Опять же, каждый слышит то, что хочет слышать. Да. Это точно. Ну, логично. Ну, хорошо. Как-то понятно, непонятно, но, тем не менее, время у нас немалимо приближается к окончанию программы. У нас еще, так, солнце тут за окном, а у Сергея уже ночь приближается к середине, можно сказать. Вот. Поэтому, полагаю, что на этом нам надо остановиться. Во всех вариантах это всегда было интересно. Сейчас мы будем… Да, кстати, это я уже теперь буду обращаться к нашим радиослушателям. Мы планируем встречу с Сергеем Савченко не вот так, как мы сегодня в ней присутствуем в радиоэфире, а на большом экране с ссылками, где люди могут воочию видеть Сергея и даже задавать вопросы. Сергей, большое вам спасибо. Спасибо. Это было все здорово, как всегда интересно. Спасибо большое, да. Спасибо и всего доброго и спокойной ночи. Да, Рита получила ответ на вопрос, который ее интересует. Я опять ничего не понял, но ладно. Как всегда, буду неделю думать о том, о чем мы не говорили. Хорошо, всего доброго, спокойной ночи. До новых встреч, до свидания.